100 миллионов рублей получит Порецкий район на благоустройство территории и строительство новых объектов ко Дню Республики. Об этом глава Чуваши сообщил на совещании по итогам 2016 года прошедшего в муниципалитете. В этом году село Порецкое станет еще одной праздничной площадкой Дня Республики. Муниципалитет уже составляет план проведения мероприятий, перечень объектов, на которые уйдут предназначенные средства. Районы центра меняют свой облик. По улице Комсомольска в прошлом году проложили асфальтированную дорогу. В ряде дворов устанавливают и реставрируют детские площадки. Помимо средств на благоустройство села, район может заручить республиканской поддержкой на реализацию прорывных идей. В прошлом году Республика поддержала 7 таких проектов. Мы как никогда впервые в Республике заложили отдельной строкой 1,5 миллиарда рублей для прорывных проектов, для точек роста, для создания высокотехнологичного производства, чтобы молодые люди после получения среднего или высшего профессионального образования могли трудоустраиваться. Занятость сельской молодежи является проблемой номер один в Порецком районе. Сегодняшняя молодежь предпочитает трудоустраиваться в городе. Основная причина кроется в нехватке рабочих мест. Создать их могут только инвесторы. Глава администрации Евгений Лебедев считает развитие малого бизнеса главной задачей местных властей и обещает, что за 5 лет в районе появится около 500 новых рабочих мест. Еще одной проблемой муниципалитета является существенная кредиторская задолженность района больницы. Это у нас самый больной вопрос. Самая большая кредиторская задолженность у нас была на начало июля этого года. Она у нас была 11,5 миллионов рублей. И на конец года осталось 10 миллионов 200 тысяч. Мы самостоятельно, мы из этого пороченного круга без какой-либо посторонней помощи выбраться не можем. Михаил Игнатьев поручил Минфину Чувашей и руководитель информационной группы Сергея Шелтукова взять решение этого вопроса на особый контроль. Отвечая на вопрос ветеранов района о возможном присоединении районной больницы Калатарской ЦРБ, Михаил Игнатьев отметил, что судьба медучреждения будет решаться только с учетом общественного мнения. Наша позиция такая. Меньше начальников, больше медиков, которые лечением пациентов занимаются. Подводя итоги совещания, Михаил Игнатьев отметил, что у Парецкого района огромный потенциал. Дальнейшее развитие района зависит от самих паричан. У паричан есть, могу подчеркнуть, двух поредителей, вот это Израиль. Дарина Игнатьева, Олег Якимов, Республика. Дарина Игнатьева, Олег Якимов.